В эфире ежедневный выпуск программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей и в ближайшее время расскажем вам о самых интересных событиях Рязани. Смотрите сегодня. Бюджет 2017 года будет очень напряженным. В правительстве прошло совещание по вопросам формирования трехлетнего бюджета. Смертельный обход. Федеральные каналы проверили северный объезд на безопасность. День города на носу. Какие мероприятия ждут рязанцев в этом году? Собака, друг опора и товарищ под Рязанию стартовал чемпионат среди кинологов. 16 июля губернатор Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров провели совещание по вопросам формирования трехлетнего бюджета и участия региона в государственных программах Российской Федерации. В ходе работы обсуждались задачи, связанные с формированием регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Кроме того, речь шла о выработке эффективных механизмов взаимодействия с федеральным центром в части вхождения Рязанской области в государственные программы Российской Федерации. Бюджет следующего года, да и не только федеральный, но и региональный, я бы сказал, бюджеты будут очень жестким. И выиграет тот регион, который войдет в программы и получит соответствующее финансирование. А, как правило, программы – это развитие. Это не просто содержание там и так далее, это развитие. То, что получится, вот эта работа, которая идет сейчас. И на эту работу осталось 2-3 недели. Через 2-3 недели это будет бесполезно делать. 25 августа никто не отменял рабочую группу по бюджетным проектировкам в Минфине, на которой уже все разногласия министерства, ведомства по федеральному бюджету будут закрыты. 25-27 августа. Точка. На совещании было отмечено, что участие в госпрограммах позволит оказать поддержку промышленным предприятиям, развивать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции, укреплять АПК, совершенствовать социальную сферу. В ходе работы был намечен ряд конкретных шагов, направленных на активизацию работы по вхождению региона в государственные программы Российской Федерации. День города – праздник, которого рязанцы с нетерпением ждут в течение всего года. В этот раз торжества растянутся на три насыщенных событиями и мероприятиями дня. Причем в подготовке большинства из них поучаствовали самые активные горожане. Подробнее о программе праздника рассказали организаторы на брифинге, который состоялся в администрации города. К традиционным мероприятиям, которые из года в год посещают рязанцы, торжественный прием, молебен во славу города Рязани, любимый всеми праздник Рязань столицы ВДВ, в этом году добавится немало новых мероприятий, которые должны заинтересовать горожан. В первой из вереницы праздничных дней 29 июля стартуют акции из серии «Подарок городу». В разных частях города откроются мемориальные доски, малые скульптурные формы, арт-объекты. Откроется экспозиция, посвященная единственной городоначальнице, чью память чтут до сих пор – Надежде Чумаковой. В этот же день появится бюст Василия Головнина, знаменитого адмирала, и выставка, посвященная Евгению Коширину, которая станет стартом большого проекта «Фото дом Коширина». Презентуют туристические маршруты, среди которых есть тропа Паустовского, тропа Павлова, Рязань гостеприимная и Рязань неизвестная. Каждый житель и гость нашего города найдет себе занятие по душе. В течение года в адрес администрации города поступало множество пожеланий и общественных инициатив по проведению Дня города, самые яркие из которых будут реализованы в этом году. Поздравить любимый город в рамках акции «Подарок любимому городу» сможет каждый желающий – от простых горожан до крупных компаний и организаций. Возле городской библиотеки Есенина появится литературная скамейка – подарок студии интерьера «Арктико». Библиотечное пространство тоже видоизменится. Это подарок города от Лерой Мерлен. Следующий день пройдет под знаменем ВДВ. Праздник состоится, как обычно, на ЦСКА и завершится офицерским вальсом. В 10 часов начнется работа выставки вооружения и военной техники на площадке перед Центральным спортивным комплексом, где мы приглашаем всех преданцев и гостей ввести данную выставку, где будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники. Также рейтанцы могут почувствовать себя в роли десантника, потому что они могут надеть экипировку военной десантника. Завершающий день, воскресенье 30 июля, соберет в одном месте мастеров и мастериц всей области. Представят здесь легендарные рязанские ремесла, скопинские гончары, михайловские кружевницы. В этот же день пройдут массовые спортивные мероприятия. Впервые отпразднуют день военно-морского флота и дни некоторых улиц города. А в завершении трехдневного марафона горожан ждет салют и большой праздничный концерт. На этот раз хедлайнером станет Максим Леонидов. Но главным сюрпризом организаторы считают танцующий фонтан. Увидеть музыкально-световое шоу можно будет на Площади Победы. Россия-24 признал Северный обход самой опасной дорогой в Рязани. Об этом сообщается в сюжете телеканала. Рязанские сотрудники ГИБДД показали корреспонденту Северный обход как самый аварийно опасный участок в городе. Дорога считается рискованной, если на ней происходит 3-4 смертельных ДТП в год. На Северной окружной втрое больше нормы. Корреспонденты федерального канала в рамках своего телепроекта объезжают всю Россию в поисках лучших, худших и самых опасных дорог. Итоги будут подведены в сентябре. Однако отчеты о ситуации в городах они предоставляют уже сейчас. Этот участок нам показали сотрудники ГИБДД местного отдела. Это Северный объезд Рязани. Дорога местного, городского значения, с скоростным режимом 60 км в час. Ее строили для того, чтобы машины могли, минуя переходы, пешеходные переходы и светофоры, безопасно и быстро объезжать город. Но именно здесь и находится самый аварийно опасный участок всего города. По мнению рязанцев, Северный обход действительно является проблемной точкой нашего города. Северный обход, там довольно-таки такой хороший участок, можно разогнаться, часто бьются. Северная окружная, Конечинская, в феврале на неделю было 3 аварии лобовых. Никак не сделать разделительную. Северный обход – это самый опасный участок у нас, я считаю. Не знаю, там большинство аварий случается. Люди считают, что самое опасное место на Северном обходе – это поворот вблизи Конищева. Особенно он неблагоприятен при движении в сторону центра города. Хоть там и камеры стоят, все равно разгоняются, и они по окружности не попадают, и траектория вылетает. Особенно, если это не местные едут. Проблемы этой дороги обсуждаются среди многих рязанцев. Они видят единственный выход из сложившейся ситуации. Рязанцы активизируются, на самом деле. То есть, власти у нас тоже в курсе, они как бы не сидят на месте ровно. Скоро, когда там сейчас начался ремонт, 2 или 3 недели назад начался ремонт на Севернокружной. То есть, я думаю, что, скорее всего, после этого ремонта будут установлены отбойники. Все-таки, мы надеемся, по крайней мере, мы надеемся, что там появится больше камер. Как бы это не было парадоксально, да, чтобы люди соблюдали все-таки скоростной режим. Отбойники, светофоры и камеры – это то, что хотят увидеть рязанцы на других дорогах нашего города. Среди прочего, они назвали опасными следующие участки. Район Дом Художника. Перекресток на Михайловское с Рязанскими. Веденское, Горького. Там даже когда светофоры, все равно они там бьются. В районе поворот на совхоз Рязанский. К слову, что касается примера с поворотом на совхоз Рязанский, там действительно случаются крупные аварии. В некоторых из них количество жертв за одно ДТП составляет несколько человек. В итоге все граждане, оставившие сегодня свои комментарии по поводу опасных участков дорог, просят обратить внимание властей на эти места и изменить положение вещей. Асфальт на площади Победы в Рязани вновь начал проваливаться. Картина с провалившимся в центре города участком дороги до сих пор стоит перед глазами многих автомобилистов Рязани. Ведь ремонт проспекта с самым оживленным движением вновь может стать причиной многокилометровых пробок. Так не проще ли предотвратить подобные инциденты, нежели устранять последствия с частичной периодичностью? На площади Победы снова образовалась дыра в асфальте. Информация об этом появилась в группе ВКонтакте подслушанного водителей в Рязани. Напомним, 6 июля специалисты РМПТС зафиксировали проседание участка дорожного полотна в этом месте. Провалившимся асфальтом в центре города уже никого не удивишь. В очередной раз яма образовалась на площади Победы. Неполадку устранили быстро, но жители города относятся к этому скептически. Что я могу сказать? Значит так делают. Неправильно, возможно. Как с этим бороться? Если вы как хозяйка неправильно приготовили обед, как с этим можно бороться? В последний раз асфальт на площади Победы проваливался около года назад. И это уже в минимум в четвертый раз. Напомним, что первый и самый серьезный на данный момент провал асфальта на площади Победы случился 13 мая 2014 года. Яма диаметром около 5 метров образовалась из-за прорыва первой тепломагистрали. И устранить ее тогда удалось только к осени. Вчерашний левень стал причиной многих локальных катаклизмов, с которыми пришлось столкнуться горожанам. Великолепные зрелища, сияющих в небе молний, в совокупности с сильным дождем нанесли немалый ущерб. В нашу редакцию обратился Рязанец, чтобы мы показали, в какие последствия для него вылилось природное явление. О том, что потолки могут быть навесными в прямом и переносном смысле, жители этой квартиры теперь знают не понаслышке. Последствия грозы, которая прошла в городе ночью, еще можно увидеть на стенах и в разбувшем полу. Ночью Дмитрия, хозяина квартиры, дома не было. Когда утром он вернулся домой, эта люстра мигала, при том, что свет был выключен. Из-за попадания воды в доме произошло короткое замыкание. Идя домой, обнаружил то, что мигает люстра при выключенном выключателе. Соответственно, произошло короткое замыкание. Висит вот такой огромный пузырь на потолке. Вздутые полы. Здесь были большие лужи. Все это я осушил. Потолок этой квартиры на четвертом этаже пока спасает от потопа весь стояк подъезда. Некоторые рязанцы уже столкнулись с неутешительными последствиями капитального ремонта. Но в этом доме замена крыши в самом разгаре. Подрядчики работают здесь уже неделю согласно плану. И хотя дождь застал этот дом на момент, когда кровлю разобрали, все работы по отведению воды в сток с крыши были сделаны. Вот только ливневка в ответственный момент не сработала. Она оказалась забита этим мусором. Это с годами уже. Мы сейчас любую ливневку с вами влезем и посмотрим. Это с годами вещь набирается. Если уж на то дело пошло, полезли на крышу, вы посмотрите. Мы такие материалы не принимаем. Да, снимаем старую кровлю. Да, этот пирог весь сгнил. По словам строителей, к мусору, забившему сток, они отношения не имеют. Материал, который используется для кровли, отличается от того, который они достали из ливневки. А почему она оказалась забитой, это вопрос к управляющей компании, ответственной за обслуживание данного дома. Теперь жильцы думают, что делать и где искать правду. Подрядчики от ответственности не отказываются. Готовы заменить обои и протекшие потолки. Но пока что обе стороны только пытаются найти общий язык. Многие начинают выяснять отношения со строительными организациями, которые проводят капитальные ремонты или делают какие-либо работы. Порой данные организации и их работники не являются штатными сотрудниками управляющей компании или ТСЖ. Хочу пояснить. Если ваш дом эксплуатируется товарищеским собственником жилья или управляющей компанией, то ответственность за содержание общедомового имущества и за повреждение вашей квартиры и вещей в этой квартире в результате залития несет управляющая компания. В дальнейшем, если она докажет, что должен был контроль, то она может в порядке регресса предъявлять требования строительной организации, которая проводила какие-либо работы. И пока буря споров по поводу обоснованности взимания платы за капремонт более-менее улеглась, поднялась другая сторона вопроса. Итоги и процесс реализации программы ожиданиям соответствуют далеко не всегда. Немало фильмов и книг посвящено подвигам собак, лучших друзей человека. Собаку испокон веков считали образцом верности и преданности. Пограничный пес Алла и Камни Мухтар – сюжеты этих знаменитых кинокартин взяты из жизни. Служба кинологов появилась в нашей стране в начале 20 века, и с тех пор собаки в деле доказывают, насколько они могут служить человеку. Сегодня мастерство общения человека и собаки достигло очень высокого уровня, который и демонстрируют участники чемпионата среди кинологов по ЦФО, который стартовал сегодня под Рязанью. Порядка ста человек собрались сегодня в районе биатлонного комплекса в Полянах. Чтобы доказать, кто дружит со своей собакой сильнее и чей пес самый умный, ловкий и способный. Открылись соревнования кинологов служб спасения, на которые приехали специалисты из всего Центрального федерального округа. На протяжении нескольких лет в различных регионах Центрального федерального округа проводятся соревнования поисково-спасательных кинологических расчетов, и это стало уже традицией. Свои умения кинологи и их питомцы будут показывать в течение недели. Им предстоит пройти несколько этапов, на каждом из которых подготовлены определенные испытания, демонстрирующие качество служебного пса. Послушание, физическая подготовка и другие показатели. Чемпион прошлого года, взявший золото в Туле, пятилетний немец с красивой кличкой Данка. Готов к новым победам. Насчет соперников не знаю, каждый раз по-разному, но я надеюсь, что попадут сюда в стойности, с кем можно будет соревноваться. Ну вот в том году мы выступали в Тульской области, заняли первое место по Центральному федеральному округу. А благодаря чему? Какие должны быть факторы успеха? Это какие-то определенные черты характера собачки или в ваших взаимоотношениях с ней? И собака, и в взаимоотношениях само собой. Все играет. Ожидая конкурсной программы, он с охотностью выполняет команды своей напарницы. Данка и Ирина вместе уже три года. Они представляют на соревнованиях Рязань и настроены только на победу. Наша телекомпания желает им успеха и будет болеть за них на протяжении всех соревновательных дней. Это все новости на сегодня. Я и мои коллеги благодарим вас за внимание. День города прощается со зрителями до завтра. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok